Думаю, многие согласятся, что у вещей сделано вручную особый шарм. Они создают уют в доме, на них всегда останавливается взгляд, их хочется рассматривать. Сегодня мы покажем, как можно сделать очаровательную ключницу, которая украсит дом и больше не даст потеряться ключам. Начинаю с подготовки материала. Сосновую доску сначала выравниваю электрорубанку и делаю ее немного тоньше. Закрепляю упор, чтобы доска держалась на верстаке. Подключаю рубанку к пылесосу стеклоном, о нем я рассказывал в прошлом видео. Подсказка будет вверху экрана. Снимаю минимальный слой, только чтобы вырубить доску. Чтобы придать рельеф заготовке, нужно ее отбаршировать. Сделать это можно несколькими способами. Самые популярные – щетка и обжиг. Я больше люблю первый способ. У меня есть специальная насадка на болгарку. Она очень быстро убирает все мягкие волокна и древесины и создает рельеф. Закрепляю доску и прохожусь болгаркой по поверхности. Способ очень быстрый, но обязательно нужно ввести технику безопасности и одевать очки и перчатки. Из-за больших оборотов и нагрузки из насадки иногда вылетают тонкие металлические ворсинки. Они мелкие, но могут полететь куда угодно. То же самое проделываю с торцом доски. Сделаю разметку на детали и перехожу к раскройке. Монтирую лобзик в свой лобзиковый стол. Я недавно рассказывал, как я его делал и оставлю подсказку вверху экрана. По эффективности это, конечно, не ленточная пила, но в мобильности и простоте, выигрывай. Пилю на заготовке несколько треугольников и подставку дремя. Позже треугольники жена превратит в горы, а подставку в равнины. Собираю примерную композицию, определяю ширину подставки и обрезаю лобзиком. Все сглаживаю шлифмашинкой с наждачкой с мелким зерном. На этом этапе я передаю детали в руки художника, но с вами пока не прощаюсь. Ну вот мои горы пришли и ко мне. Сначала я подбираю 3-4 сочетаемых цвета, не более. Так моя композиция будет смотреться более гармонично. Чтобы краска хорошо легла и цвет был такой, как мне нужен, я наношу белый грунт на детали. В этот раз я взяла голубой и понемногу черный с белым, чтобы получить приятный серо-голубой цвет. Затем замешиваю краску и начинаю красить горы. Как только нанесла слой, сверху прохожу полусухой губкой и снимаю излишки краски. А так я могу придать фактуру горам. Чтобы горы отличались друг от друга, в предыдущий смешанный цвет для первой горы я добавляю немного других цветов, чтобы поменять оттенок. Те же действия я проделываю из основы ключницы. В конце, когда все детали высохнут, я еще раз прохожусь мелкой шкуркой, чтобы придать эффект старого дерева. После того, как горы подсохнут, нужно нанести сухой кистью белую краску на вершины, скажем так, покрытие горы снегом. А так как это ключница для туристической семьи, я решила сделать в горах желтую палаточку. И каждый раз, возвращаясь с очередного похода домой, семья знает, что горы ждут их снова. Уже совсем скоро ключница будет готова. Осталось собрать всю композицию. Детали я буду крепить на саморезы и столярный клей. Чтобы саморезы неожиданно не вылезли там, где не нужно и не раскололи древесину, обязательно нужно сначала просверлить. А в месте сверления метчиком сделать небольшую мятину, это не позволит сверлу выходить в сторону. Шляпки саморезов по-хорошему тоже нужно спрятать. Для этого зимкую каждое отверстие, промазываю место соединения столярным клеем и аккуратно креплю все детали самореза. В этот раз я немного перестарался и каждую гору закрепил на два самореза, хотя хватило бы и одного. А еще лучше обзавестись шпиличником и тогда не нужно будет прятать шляпки, а потом замазывать шпатлет. Все будет сразу аккуратно и уйдет гораздо меньше времени. Чтобы ключницу можно было повесить на стену, прикручиваю укрепления. Такие можно найти в любой багетной мастерской или на алине. Делаю разметку на крючки и креплю их на одинаковом расстоянии друг от друга. Саморезы для плечков декоративные и мелкие, так что для них обязательно пробивай метчиком вместо сверления. Вот такая красота у нас получилась. Я думаю у вас тоже получится, если вы захотите сделать себе такую же ключницу. Удачи вам! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok